И снова всем привет! Спасибо за подписку на наш канал. С вами Олег Алабудин. Сейчас мы проходим специальный мануальный массаж для шейно-воротниковой зоны. Еще раз повторюсь, что в шею у нас входит не только вот эта часть, а от макушки и до нижнего края лопаток. Здесь крепятся ременные мышцы, которые идут прямо из-под затылка, 5-6 позвонок грудного отдела. И поэтому мы уже сделали сет номер один. У нас был плечи, крестцовая зона. Мы ее протолкали вот туда минора. Прием такой был. Развели руки, соединили и нарисовали вот этот ювелесик канделябр, отодвинув таз, разжав его. Теперь переходим непосредственно к вот этой зоне. Итак, сет номер два, конкретно ШВЗ. Растираем до ременных мышц. Вот стараемся дойти глубоко. Доходим до шеи. Красивые такие движения делаем. И запускаем локтем ракеты. То есть вот тут находятся шахты. И у нас ракета шире, 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 раздвигает трапецию, подкидывая ее вверх. Первая ракета пошла, вторая ракета пошла по потенциальному противнику. Теперь растираем по очереди. С одной стороны трапецию, да, и до плеча можно дойти. Чуть-чуть сменив корпус, инвертированными ладонями, перепонками, да, с вот этими. Чтобы было удобней, можно чуть голода вернуться вот так вот. И два, три, четыре прохода таких делаем до согревания. Защипляем трапецию вот так вот в ладони и потянули ее поперек. Туда, сюда, туда, сюда. Три, получается, зоны приложения усилий и в длину вытянули. Теперь перевели корпус на другую сторону и растянули с этой стороны. Быстро, 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 так, чтобы был слышен шорох. Потянули вот так вот и в длину растянули. Теперь силу трапецию вместе в длину растянули и рука автоматически попала в ямочку, где ключица крепится к аккормиарному отростку, здесь акупунктурная точка, а наша рука превратилась в лапу леопарда, которая превращается своего рода в куриную лапку. Куриную лапку смысл в том, чтобы они расходились, руки, пальцы в разные стороны. То есть тут держим палец, разверну ладонь и вот всю дельту, ну, дельтообразные мышцы, да, мы отодвигаем от костей, таким образом рисуем эпулеты. Эпулеты, вот я нарисовал, это, если вы помните, такой погон был раньше. Такие погоны были у генералов царской Руси, гусаров там тоже. Сразу одно движение переходит в следующее. Лапа леопарда, опять же, да, натягиваем отдела на себя, тянем трапецию, прямо как вытягиваем на себя, вытягиваем ее. И рука наша превратилась в кулак. Упираемся прямо в тело человека, там даже, может, чуть присев, чтобы вот наш локоть создавал поврение с кулаком прямо туда в тело. И прямо так жестко туда вот проминаем трапецию. Доходим до затылка и костяшками прямо вот этими жесткими нарезаем колбаску вот так вот по всей шее, как бы отделяя позвонки вот друг от друга, да, расширяя, между ними расстояние акашками, вот так вот. Потом всеми кулаками с боков туда-сюда вот так это размяли. Это движение болезненно часто бывает, люди прямо иногда кричат, поэтому предупреждаю и они, чтобы потерпели там полминутки, да, и после этих приемов жестких дайте выдохнуть человеку, фууу! И немножко так вот дайте расслабиться этим мышцом, да, потрясите их с вибрацией. с такой мелкодробной вибрацией, потом посильнее такого вибрации. Меняется амплитуда вибрации, чтобы он расслабился. И рука сразу же превращается из кулака в лапу леопарда. Лапу леопарда потренируйтесь. Тут у вас должно работать каждый пальчик отдельно. Вы потренируйтесь под открытыми пальцами, потом с лапой леопарда вот так вот поднимаете их. И потренируйтесь в воздухе. Поделайте вот так. Не просто закрывая каждый палец, а вот как бы они один на один наплывают. Вот так вот. Такой спиралькой красивой. И, соответственно, лапа леопарда должна ходить вот так, вот так. То есть на расширение. Видите, чтобы пальцы у вас все расширялись. То есть мы берем поближе, посмотрите, и подкидываем трапецию. Раз, два, три. Такое красивое движение. Доходим до шеи, в обратную сторону. Можно несколько проходов. Это я делаю снизу вверх прохода, а теперь сверху вниз. И снизу вверх. Вообще сама трапеция любит, когда ее оттягивают назад. Поэтому здесь больше таких движений назад, в обратную сторону. Еще есть такой хороший приемчик, когда мы просим человека поднять голову, а в этот момент его растягиваем сюда. Опускай голову, и мы туда трапецию поднимаем. Поднимай голову. Опускаем. Очень хороший прием, секретный, от Олега Гудвина. Берите на вооружение. И дальше, когда мы трапецию закончили, мы все вместе натягиваем за череп на себя. Обратите внимание, что я отхожу прямо, чтобы череп тянулся. Сибираться вот с такой. Тут осторожнее. Кто-то нормально терпит, когда вы костяшками упираетесь прям под затылок. Как раз, если посмотреть, затылочные кости, они полукруглые такие. И у нас удобно рука ложится сюда, как в чашечку. Старайтесь тогда, чтобы не костяшками упираться, а упирайтесь всей ладонью. То есть пальцы должны быть прижаты, и у вас получается, видите, такой вот блюзичек. Вот мягко она ложится. И вы мягко натянули. С вибрацией на себя. А дальше мы переходим к волосяной части головы и к ушам уже пальчиковая работа. Будут точки, акупунктурные, биоактивные точки и триггерные точки. Но об этом я расскажу в следующем сайте номер 3. До встречи. С вами был Олег Алав Гудвин. С вас подписка, а не выездить с этого канала.